в эфире радио что вижу то и говорю у микрофона в студии милена джексон дорогие радиослушатели нам в редакцию поступило большое количество писем с просьбой продолжить тему затронутую ранее и посвященную кофе поэтому мы специально для вас собрали наиболее интересные факты о кофе и предлагаем вашему вниманию собранную нами информацию и так начнем пожалуй интересные факты о кофе на самом деле кофе это не бобы а скорее ягоды каждая ягода содержит два кофейных зерна кофе является вторым из наиболее продаваемых товаров в мире после нефти когда бетховен готовил себе кофе он варил ровно 60 зерен на каждую чашку причем все зерна он пересчитывал всегда сам первые кофейни которые появились в константинополе назывались школами мудрости потому что там собирались художники и литераторы кофе за столом в первую очередь подают наиболее старшему по традициям греции и турции третье место в мире по количеству потребления кофе на душу населения занимает япония в этой стране свято верят что он укрепляет здоровье и делает кожу более молодой бразилия в 2001 году выпустила почтовые марки с запахом кофейных зерен запах кофе не переносят многие насекомые и домашние животные до 10 века кофе считался не напитком а едой племена проживающие в эфиопии смешивали зерна кофе с животным жиром и ели эту смесь мешки в которых хранится кофе чаще всего изготавливают из конопли в чашке черного кофе в которой отсутствует сахар нет калорий именно в кофейнях проводились первые шахматные соревнования правительство италии считает эспрессо настолько важным напитком что само регулирует цену на него кофе содержит около 1200 химических компонентов около 800 которых ароматические соединения составляющие вкус этого напитка почти во всех странах где растут кофейные деревья до сих пор кофейные ягоды собираются вручную одно кофейное дерево дает около одного килограмма обжаренного кофе в год срок жизни кофейного дерева 60 70 лет что сопоставимо с продолжительностью жизни человека кофеин содержащийся в кофе усиливает влияние некоторых более утоляющих арабское вино так поначалу называли кофе в средневековой европе известнейший французский философ и поэт 18 века вольтер выпивал в день до 50 чашек кофе при этом он дожил до весьма зрелого возраста 83 лет если брать в расчет размер кофейных чашек старой франции и сегодняшний размер то 50 это не так уж и много некоторые люди сегодня выпивают по 3 или 4 литра кофе в день кофе приготовленный по рецептуре эспрессо помогает организму избавиться от лишней влаги прогоняя через почки намного больше жидкости чем обычно многие бодибилдеры перед началом тренировки выпивают двойной эспрессо для того чтобы как следует пропатить такой способ у них называется сушка мышц на этом дорогие радиослушатели мы пока остановимся факты говорящие в пользу кофе можно перечислять еще долго но наша редакция собрала на наш взгляд более интересные какими мы поделились с вами услышимся с вами была милена джексон радио что вижу то и говорю